В отличие от многих древних городов, Чернигов отнюдь не избалован вниманием туристов. И совершенно зря, ведь здесь есть все. И красивейшая Десна, парки и скверы, древние храмы, памятные места и множество легенд. Чернигов настолько древний, что история его основания окончательно неизвестна. Первое упоминание о городе относится к 1907 году. Таким образом, он почетно считается одним из самых древних городов Украины. Чернигово-Северское княжество и Новгородом является одним из центров древнерусской культуры. Первый черниговский князь Мстислав в центре своего остального града Детинца, территория современного вала, основал княжеский двор и начал строительство Спасского собора, который сохранился до наших дней. Спасо-Преображенский собор – старейший сохранившийся памятник древнерусского зодчества. Заложен около 1030-1036 годах. После смерти Мстислава возникла пауза в возведении монастыря, и достроен он был только в середине века. Спасо-Преображенский собор сохранился до наших дней почти целиком, но кое-какие детали поменялись после пожара в 1756 году. Крещание в юго-западном углу храма заманилось на круглую башню, симметричную левой башню, и на обеих башнях добавились штели огромной величины. Соседом Спасо-Преображенского собора является Борисоглебский собор. Он был построен князем Давидом Святославовичем в 1120-1123 годах на остатках фундамента сооружения XI века. Борисоглебский собор строился как храм-усыпальница, о чем свидетельствуют глубокие ниши – аркосолии, которые использовались для погребений. Собор посвящен небесным покровителям киеворусских князей Борису и Глебу. Зосовое существование был много раз разрушен и перестроен, и каждый раз архитектура приобретала новые черты. Одной из главных достопримечательностей – 12 чугунных пушек на Древнем Валу. Они появились здесь в XVII веке и так ни разу и не стреляли. По одной из версий, это военные трофеи – шведские пушки, захваченные Петром I в Первой Полтавской битве. Болдина гора считается одним из самых больших древнерусских могильников. Здесь насчитывается более 200 погребальных насыпей, первые из которых появились здесь в IX-X веках. Самые большие – гульбище и безымянные. Сразу после подъема нас встречает памятник неизвестному солдату с вечным огнем у его подножья. Касательно названий Болдина горы существует несколько версий. Одна из них – это то, что название походит от слова «болд», что значит «дуб». За следующей версией – от названия «болды», что по староукраинскому языку значит «горы». В XI столетии на Болдину гору пришел монах Антоний Преподобный и создал земельные сооружения, которые названы Антониевы пещерами. Согласно летописи, Антоний прибыл в Чернигов, спасаясь от гнева князя Киевского – Изяслава. Пещеры объединены подземными проходами с Иринской церковью, которая была построена в XII веке. В 1654 году в Антониевых пещерах было похоронено соратника Богдана Хмельницкого – черниговского полковника Стефана Подобайла. Многие туристы утверждают, что в Антониевых пещерах обитают призраки. Сейчас представлено два уровня пещер, но некоторые исследования утверждают, что они состоят из четырех ярусов. Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора началось в 1679 году по инициативе архиепископа Лазаря Барановича. Однако из-за отсутствия средств строительство длилось очень медленно, и только в 1688 году гетман Иван Мазепа выделил деньги для собора из личных сбережений. С колокольни Троицкого собора, высотой 58 метров, открывается прекрасная панорама Чернигова. Осталось преодолеть всего лишь 195 ступеней. Екатерининская церковь находится в историческом центре города, на высоком мысу, отделенном оврагом от вала. Возведена она на средства братьев Семена и Якова Лизагуба по завещанию их отца. Церковь построена в память о героизме их деда Якова Лизагуба и казаков Черниговского полка, проявленном при штурме турецкой крепости Азоб в 1695 году. Екатерининская церковь построена на остатках храма времен Киевской Руси. Она неоднократно страдала от пожаров и разрушалась, после чего успешно восстанавливалась. Екатерининская церковь привлекает взгляд еще на въезде в город и бесподобно выглядит в ночное время из-за освещения прожекторами. Первое здание железнодорожного вокзала во время Второй мировой войны было совершенно разрушено. К 1950 году был остроен новый вокзал, поистине украсив город. Согласно литературе, архитектором был Гранаткин, а строили немецкие и венгерские военнопленные. Но существует и другая версия, что проектировщиком был немец, который не вернулся из плена обратно в Берлин. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще много интересных и увлекательных видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok